Дмитрий, на что вы ориентируетесь, когда определяете, какой ассортимент будет в перекрестке? Ну, я этот вопрос, наверное, переформулирую сам. Когда мы говорим «вы», мы имеем в виду наша большая команда, поскольку у нас нет какого-то единоличного человека, который указующим перстом определяет инструмент. И ответ, чтобы не быть слишком длинным, ответ, на самом деле, все равно непростой. Мы, конечно, ориентируемся на историю продаж, мы ориентируемся на доходность, мы ориентируемся на аналитику, которая у нас есть. И в том числе одна из сил компании X5 в том, что у нас внутри есть и «пятерочка» магазину дома, и «супермаркет» ведущий, и «гипермаркет», и есть целая плеяда онлайн-сервисов, такие как «перекресток в прок» и «экспресс-доставка». И мы в том числе ориентируемся на рейтинги онлайновых продаж. Это вот такой как бы новый тренд, потому что сегодня для нас «перекресток в прок» это такой как бы FMCG-маркетплейс с потенциально бесконечной полкой, где можно брать какие-то вещи, которые действительно ищет клиент просто в поисковой выдаче, там, в Яндексе, да? Вот, в том числе на это, но и, конечно, на клиентские предпочтения. Если более подробно, что такое клиентские предпочтения, можно смотреть и на тот же самый «Нильсон», на который мы, конечно же, в рамках ревью категории обязательно смотрим. Это в том числе рейтинги, которые мы запустили, те же самые, как мы с вами ставим при поездке в такси «звездочки». Это тоже важно, такой субъективный, воспринимаемый клиентом рейтинг. Рейтинг про сбор обратной связи от покупателя. Ну, это в том числе сбор обратной связи, он же не просто, чтобы его складывать где-то, да? Он для того, чтобы формировать ассортимент. То есть если у тебя есть популярные позиции, то ты расширяешь их представленность на полке. Есть позиции, которые не популярны, и, соответственно, ты отдаешь им меньшего приоритета, или они вообще исчезают с наших полок. То есть, ну, резюмируя, это, конечно, история, та аналитика, которая у нас уже есть. Второе, это наше кросс-форматное взаимодействие с нашими, торговыми сетями, которые входят в компанию X5. И особенное внимание в последнее время мы выделяем онлайну, как такой площадке для теста, в том числе уникального и инновационного ассортимента. Ну, а также клиентские предпочтения, которые мы собираем внутри, в нашей клиентской базе и снаружи, в том числе через соцсети и прочее. Вы запустили не так давно сбор обратной связи через мобильное приложение. Вот как это работает и как покупатели на это отреагировали? Да, когда мы говорим «вы», то все торговые сети, входящие в X5, в той или иной форме запустили сбор обратной связи через приложение. Как это работает? Ну, в частности, в «пятерочке». Вы можете оценить последнюю покупку пятью звездочками. И тем самым, учитывая масштабы компании «пятерочка», составляется честный объективный рейтинг тех или иных товаров. Как это работает в «перекрестке». Вы можете оценить точно так же, как я только что описал по «пятерочке». А также мы стимулируем пуш-методами дополнительные опросы по ассортименту. Когда нам, например, интересно посмотреть какую-то определенную категорию, посмотреть, насколько покупатели довольны или недовольны ассортиментом там, посмотреть определенные товары, в том числе ввод новинок. Ну и, конечно, мы, так как особое внимание мы уделяем в широком смысле направлению ЗОЖ, то есть это товары с чистым, понятным составом, без каких-либо консервантов и так далее. Мы постоянно ведем работу и собираем обратную связь именно по этому ассортименту. Потому что там очень важно держать всегда руку на пульсе у покупателя, насколько продукт действительно вкусный, качественный. И в чем именно прелесть этой обратной связи? В том, что это субъективное, воспринимаемое качество нашими клиентами. То есть, говоря простыми словами, вкусно или невкусно. Потому что все базовые требования по качеству, такие как, которые предусматриваются именно контролем качества, конечно, они в базе действуют на весь наш ассортимент. Вот здесь речь идет именно о субъективном восприятии клиента. Если говорить об отношениях с поставщиками, все-таки мы на конференции поставщиков, то какие ключевые трудности общения, взаимодействия с ними можно выделить, допустим, недавние, были ли они и как их удалось победить, если они были? Ну, конечно, они были, и нельзя сказать, что их там все удалось победить. Такого, наверное, тоже не бывает. Это всегда есть какие-то взаимные зоны для улучшений. Но я вот так вот вспоминаю, на самом деле, отчет Advantage, там, несколько лет до этого и сейчас. Открытость менеджмента, открытость руководства для поставщиков, информационная прозрачность, ясность стратегии, скорость заведения новинок, операционная эффективность на местах. Вот такие какие-то вещи, да. Вот среди них я бы отметил, что мы очень сильно, как X5, да, улучшились под спочком поставок и давно занимаем лидирующие места. Мы очень хорошо занимаем места по открытости менеджмента и руководства. Рынку ясна наша стратегия, в целом ясна, куда мы движемся по всем нашим форматам и в онлайне. Зоны, которые требуют вот на данный момент в конце 2020 года нашего особого внимания, и мы говорили об этом на конференции, это скорость ввода новинок, это наши бизнес-процессы и, соответственно, операционная эффективность наших магазинов. И именно, ну вот, вот этим двум, наверное, факторам мы планируем уделять максимальное внимание. Здесь также говорили про новый сервис для партнеров. Вот, что он дает вам и что он дает поставщикам? Да, новый сервис, который мы называем платформа DialogX5, это на самом деле попытка сделать жизнь и взаимодействие с поставщиками удобнее, потому что за время нашего, за время нашей работы, за время начала там цифровой трансформации компании накопилось большое количество сервисов разрозненных, разных личных кабинетов, ну, условно говоря, от которых надо было помнить пароль, непонятно, куда надо идти, и вот если партнер, допустим, новый, да, он приходит к нам, ему непонятно, куда бежать. То есть, по сути, это создание единого окна, то есть DialogX5, ты приходишь, ты найдешь там ответ на любой вопрос, который связан с взаимодействием с нашей компанией. Это, соответственно, логистические сервисы, маркетинговые рекламные сервисы, big data сервисы, то есть аналитические, продвинутые аналитики, да, это сервис связанный с подачей коммерческого предложения и в том числе разрешение каких-то конфликтов и споров. То есть это просто, ну, по сути, портал, на котором объединены все эти сервисы. Это первое улучшение, то есть собрали все в кучу, да. Второе улучшение – это то, что там появляется новый функционал. Я бы, наверное, отметил вот как раз логистический, это планирование регулярного ассортимента, в том числе для наших партнеров. Это то, что вот сейчас в ноябре, буквально там через месяц-полтора, у нас появятся сервисы, связанные с доступностью промо, остатков в магазинах, то, что так ждут, соответственно, наши партнеры. Очень серьезный блок, который связан именно с big data. И блок, как мне кажется, достаточно продвинутый уже давно, это функциональность по цифровому маркетингу, то есть ретаргетингу, ремаркетингу клиентов, работа с сегментами наших клиентов. А так как торговая сеть X5 – это 42 миллиона активных клиентов в месяц, то это огромная база, которая несравнима ни с одним федеральным каналом, с которым можно работать через этот инструмент цифрового таргетинга и маркетинга. А вот если еще говорить о трендах последнего времени, то еще один такой очевидный тренд, который многие аналитики выделяют, это то, что возрос интерес покупателей к товарам группы «Фрэш». То есть даже не «Фрэш», а скорее к свежим продуктам с коротким сроком годности. Вот как это влияет на вашу работу и как, допустим, это влияет на выстраивание логистики? Это действительно так. Мы очень рады этому тренду, поскольку «Перекресток» позиционирует себя как магазин, который про «Фрэш». Вообще супермаркет – это про «Фрэш» в широком смысле этого слова. Это работа со сложными вещами. Это ультракороткие сроки годности, как вы сказали. Это уникальный ассортимент в тех же самых фруктах и овощах, типа ягод и так далее, по доступной цене. Это свежее мясо, рыба и прочее. Во-первых, мы сейчас в такие пандемические времена, мы видим, что у нас в «Перекрестке» именно доля продаж «Фрэш» продукции выросла. То есть поменялся микс. То есть в большей части товары, скажем так, непродовольственные, они уходят в онлайн. И это понятно, то есть клиенту это удобно. Или тяжелые товары, которые нужно тащить. Но именно «Фрэш», наоборот, роль «Фрэша» в пандемию только возросла. Я сюда включаю и, соответственно, ультрасвежую продукцию, и фрукты, овощи, мясо, рыбу и так далее. То есть формат «Перекресток» стал еще более востребован сейчас. А вот ко второй части вопроса вашего, то есть вопрос про ультракороткие сроки годности и как мы выстраиваем логистику, то здесь наши основные усилия, они были вот последние полтора-два года, сосредоточены вокруг одного бренда, нашего собственного бренда, под названием «Зеленая линия». Там мы запустились с молочной продукцией. И сейчас мы уходим все дальше и дальше. Для нас это флагманский бренд. Сейчас он не занимает пока первое место среди всех наших частных марок. Но скоро, я думаю, займёт. И это бренд, в котором представлены, соответственно, продукты с ультракороткой сроком годности в молоке, в кисломолочной продукции. Также мы пошли в мясную гастрономию, мы пошли в десерты, в готовую еду, которую можно съесть прямо сейчас, да, или отнести домой. И постепенно выходим в Бакалею, где... И основным, как бы, требованием к этой продукции является качество. И чистый, понятный состав, и отсутствие каких-либо добавок, да, каких-то консервантов и так далее. И здесь действительно вы правы, что очень важна логистика, потому что, так как это короткие сроки, нам важно привозить это каждый день, пополнять наши магазины каждый день. И на протяжении последних двух лет мы делали это, ну, преимущественно в Москве, и мы делали это с помощью партнера. И вот последние где-то, наверное, 3-4 месяца мы научились делать это самостоятельно. На данный момент мы практически полностью выполняем это силами нашей собственной логистики, которая действительно, ну вот, смогла обеспечить такую цепочку поставок свежую, ежедневную, по каждому магазину с индивидуальным, соответственно, прогнозом, с индивидуальным пополнением. И в ближайшее время наши планы заключаются в том, чтобы максимально расширить и линейку, и расширить географию. У нас уже есть такой же проект «Зеленая линия» в Санкт-Петербурге, где мы тоже делаем все это самостоятельно. И до конца года мы запустим Самару, еще ряд городов, присутствие перекрестка. Вот если говорить о свежем на полке, то в мае вы, как и многие коллеги, запустили проект, когда продукция ресторанов поставлялась к вам на полку супермаркета. Вот эта история еще жива, и если она жива, то это федеральная история, или вот на местах где-то локальные, там какие-то кафешечки могут попасть тоже к вам в реализацию? Да, спасибо за вопрос. Это история жива. Проекты есть на полке. Они действительно, основной всплеск произошел именно в самый драматический момент, когда был такой локдаун, когда были закрыты рестораны. Сейчас они возобновили свою работу. И вот такого как бы уже вала запросов и предложений, на самом деле я вот так вот не ощущаю. Новых предложений. Но они тем не менее есть в таком как бы фоновом режиме. Те, которые были к нам предложены в рамках, вот, скажем так, первой волны, да, мы поставили на полку, то есть те, которые мы нашли, взаимовыгодное сотрудничество, они успешно продаются. И эта история одновременно и федеральная, и локальная. Почему? Потому что она не может быть федеральной, в том смысле, что это конкретные вот локальные рестораны, конкретные локальные игроки, да. Но поэтому в этом смысле эта история локальна. А предлагаем мы такой сервис федеральный, поэтому к нам могут обращаться партнеры, если они обеспечивают нужный уровень качества, поставки, по экономическим условиям мы договариваемся, то мы до сих пор для этого открыты. Вот. И, ну, конечно, основную ставку в плане готовой еды «Перекресток» делает на собственный бренд, называется «Шеф Перекресток». У него есть ряд, как бы, ряд отдельных еще проектов, например, с Аркадием Новиковым. У нас есть «Перекресток» by Аркадий Новиков. Эта линейка очень успешно взлетела здесь, в Москве. То есть основные свои усилия в сегменте готовой еда мы связываем именно с собственной фабрикой кухни, которая построена здесь, в ближайшем Подмосковье. И в следующем году планируем ее загрузить уже на 100% и «Перекрестком», и «Пятерочкой», и, понятное дело, и нашей доставкой. Но это не означает, что доступ на полку поставщикам закрыт. Нет, он открыт. Мы говорим о том, что фабрика кухни все равно не сможет делать все и покрывать все наши потребности, потребности наших клиентов. Поэтому мы приветствуем поставщиков как в Москве, так и в регионах, как под собственными брендами, так и под нашей частной маркой «Шеф Перекресток». Вот еще один тренд в последнее время, хотя многие говорят, что это бич в последнее время, я говорю про промо. Вот как вы планируете работать с промо? Сейчас говорят, что во время пандемии доля промо упала, сейчас она вроде как снова растет. Как это происходит у вас, как вы планируете работать дальше? Да, ну это достаточно такой набивший оскомину вопрос про промо. Несколько лет он обсуждается. И в этом году действительно, наверное, благодаря пандемии, прежде всего, произошло впервые, ну такое значимое, заметное снижение по рынку в целом, да, доли промо. И действительно, мы видим сейчас ближе к четвертому кварталу, наоборот, снова нарастает. В целом по году мы, ну плюс-минус, я не буду, наверное, называть какие-то цифры, мы идем ниже, чем прошлый год. Но, будем честными, конечно, это во многом благодаря произошедшей пандемии. Теперь, как с этим работать? К сожалению или к счастью, простого ответа по-прежнему не существует. Это не какая-то волшебная таблетка, которую ты принимаешь и все пропадает. Это длительная такая терапия с какими-то, возможно, ухудшениями в какой-то момент, то есть, если говорить конкретнее, то, например, ну целевое промо или таргетированное промо, которое связано с картами лояльности, да, про которое мы говорим, это всего лишь одно из, скажем так, лекарств, да. Оно не позволяет значимо снизить долю промо, об этом мы должны открыто, как бы, говорить, но позволяет переключить покупателей на другие типы взаимодействий, да. В том числе там есть разные механики, кэшбэки есть в перекрестке, есть целевые предложения, купонные, акции и прочее. Это все позволяет несколько разнообразить это и сдержать рост того самого массового промо, на мой взгляд, опять же. А именно в сегменте массового такого промо я вижу, ну так, если крупно, два основных момента, по которым мы можем улучшиться. Первое – это повышение эффективности благодаря цифровому подходу, благодаря тому, что решения принимаются не только на основе чутья опыта, да, конкретного человека и каких-то договоренностей с поставщиком, но в том числе решения принимаются на базе историчности продаж, эластичности внешних факторов. То есть это цифровой фактор принятия решения, да, аналитический цифровой фактор принятия решения, первое. И второе – это более интересные промо-активности для покупателя, то, что мы в X5 на конференции называем таким как бы понятием экстрамаркетинг. То есть для понимания, когда мы с вами имеем 100 рублей для инвестирования в промо, мы по-прежнему вкладываем 80 рублей в это промо, но 20 рублей мы направляем на то, чтобы сказать об этой акции клиенту как-то более интересно, чем просто товар-цена на билборде на улице, да. И здесь там куча наших таких достаточно инновационных примеров есть на рынке, которым мы всех поставщиков приглашаем вне зависимости от их размера, там, финансовых возможностей в плане маркетинг-бюджета и так далее. Ну и последний короткий вопрос, если продолжить мысль о взаимодействии с покупателями, то, по-вашему, какие глобальные тренды в поведении покупателей будут актуальны в ближайшие несколько лет? Хороший вопрос. Я, конечно, не футуролог, но давайте на вскидку, я бы так предположил, что это локализация ассортимента и это такой, в хорошем смысле, продуктовый патриотизм, запрос на это есть, и мы должны ему отвечать, и мы должны вместе растить партнеров локальных, российских поставщиков, которые делают качественный продукт у себя в Воронеже, в Липецке, на Урале, в Москве и так далее. То есть локализация продуктовый патриотизм. Второе – это запрос на удобство, ну, в любых пониманиях этого слова, цифровое удобство, удобство в магазине и так далее. В связи с тем, что доходы значимо расти не будут в ближайшее время, конечно, это запрос на конкурентную цену на полке. То есть эти вещи сочетаются. И цифровизация клиента, в том смысле, что и старшее поколение, в том числе, переходит к цифровым способам взаимодействия с окружающим миром. Ну и, наверное, безопасность, мы без этого тоже никуда. Это не только и не столько там ношение масок, да, и опрыскивание рук, то, что необходимо, конечно, но это и в том числе найдет отражение в нашем ассортименте. Больше доли упакованной продукции, в том числе в сегменте готовой еды, да и во всех других, и в фруктовых овощах и так далее. Вот. Я не претендую на полноту этих, как бы, трендов, да, но это вот первое, что top of mine пришло в голову. Будем считать, что вы прогноз сделали, и через несколько лет мы его проверим. Спасибо большое. Надеюсь, это кому-то будет интересно. Да, то, что вы уделили на время. Спасибо. Спасибо.